Этим может заниматься каждый человек. Это вопрос внутреннего состояния, доброй воли, осознания своего морального долга, потому что никто не заставляет этим заниматься. Просто, наверное, каждый человек в определенный момент к этому приходит с возрастом, с какими-то изменениями душевными, когда ему становится зачем-то это необходимо. Мне кажется, что здесь не должно быть каких-то стандартов, что люди со 100 рублями не могут этим заниматься и участвовать в этом, а вот со 120 уже могут. Дело в том, что это ведь далеко не всегда вопрос наличности, это вопрос личного участия, который может состоять в том, что человек жертвует свои время и компетенции. Он может быть строителем, он может быть сиделкой, он может быть врачом, он может быть водителем и он в состоянии делиться своим временем и способностями с теми, кому это в данный момент необходимо. В этом и будет благотворительность, а не обязательно в том, что он будет давать часть своих доходов. Каждый человек должен решить для себя сам. Вот один человек уже к этому подошел, другому человеку нужно еще какое-то время, поэтому, может быть, и не обязательно дожидаться, когда весь коллектив до этого дойдет. Каждый человек может для себя решить это и может найти посильную возможность в этом участвовать. Действительно, у нас ситуация разная по разным компаниям, хотя могу сказать, что у нас в обществе не существует консенсуса по поводу социальной ответственности. Очень часто под социальной ответственностью подразумевают некие обязательства, которые должно брать на себя государство, по крайней мере, согласно законам, и их перекладывают на компании. С другой стороны, опять же, хорошей мировой практикой является ситуация, когда компания заботится о местном сообществе, там, где она находится, где находится ее производственные мощности помещения, где живут ее сотрудники, потому что, по большому счету, компания понимает, что там благополучие и хорошее настроение ее сотрудников — это гарантия благополучия и процветания компании в средней и долгосрочной перспективе. И наоборот, если не заниматься этими вещами, то в той или иной форме, рано или поздно, это начинает проявляться, и дестабилизируя местное сообщество, данный населенный пункт, в конце концов, это дестабилизирует и саму компанию. До этого надо дожить. К этому нужно прийти. Неважно, как придет эта идея, в чью голову она придет, важно, чтобы она была услышана и руководством компании, и конкретными сотрудниками. Специализированные организации, которые этим занимаются, они являются элементом инфраструктуры. Когда человек, который хочет это сделать, но не знает, как найти того конечного потребителя, который нуждается в данный момент в благотворительности, в этом смысле специализированные организации, они являются проводниками вот этой доброй воли, вот этой доброй энергии в виде действий, в виде каких-то вещей, либо в виде денег, до тех людей, кто действительно в этом нуждается. Государство — это мы. И если большое количество людей, которые составляют государство, начинают делать это добрые дела, то, в общем, это становится, с одной стороны, элементом привычки, с другой стороны, элементом хорошего тона. Вот. И есть такие люди, которые очень сильно ориентируются на общественное мнение. Если они видят, что общественное мнение поощряет такую деятельность, они, по крайней мере, начнут этим заниматься, потому что общественное мнение благоволит такому виду деятельности, а потом, скорее всего, собственно, войдут во вкус, увидят результаты этой работы и будут делать уже потому, что испытывают от этого удовольствие и видят в этом какую-то фундаментальную пользу и добро.